В другим темам. Изменения в бюджете, передача имущества в область, утверждение положения о размещении НТО. Повестка дня у районных депутатов была сегодня насыщенной. Но в первую очередь народные избранники заслушали отчет о работе Калинского ОМВД. Доклад Арсена Ханвердио это в первую очередь цифры статистики. И если количество преступлений падает, сократилось количество угонов, крашу, мошенничество, то в раскрываемости преступлений положительная динамика. Положительная динамика. Тенденция отмечается в раскрываемости изнасилований, 100% разбойных нападений, 100% угонов транспортных средств, 82,4%. Начальник ОМВД отметил, что впереди еще много работы и предложил главам поселений объединить усилия. Депутаты в свою очередь высказали свои предложения, но в целом признали работу Калинского ОМВД удовлетворительной. Если нет других предложений, ставлю на голосование. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Единогласно. Еще одним решением народные избранники утвердили изменения в бюджет района на текущий год. Доходная часть увеличена за счет субсидий и субвенций из Московской области. Средства пойдут на организацию детского отдыха, ремонт систем ЖКХ, благоустройство и озеленение. Поддержали депутаты и передачу из Петровского сельского поселения в собственность района автономной дизельной установки. А из района передали на баланс области 118 объектов электросетей. Это ООО «Клинская теплосеть» провела инвентаризацию, так как они у вас управляющая компания. Вот этих сетей и вывели вот эти кусочки сетей, которые надо допередать в Московскую область, так как все в Московской области. И в заключение депутаты утвердили новое положение о размещении нестационарных торговых объектов. Участники теперь будут отбираться не на конкурсной основе, а в рамках открытого аукциона.